Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Вчера, когда я снимала видео на тему, как что я обрезаю лишнее, удаляю листья и делаю вторую подвязку, начали поступать вопросы. Но это как обычно, одна тема тянет за собой другую тему. Стали интересоваться, неужели я обрезаю все листья подряд, прям сразу до цветочной кисти. Это происходит от того, что люди не смотрят предыдущие видеоролики и, посмотрев один вот этот видеоролик, думают, что я всю-всю помидору сразу оголила. Нет! Тот, кто смотрит все подряд, тот видели, что я при высадке сразу сказала, что при высадке в грунт 3-4 листа нижних я удаляю. Все! Маленько помидора прижилась, посидела, теперь завязалась вот эта вот первая кисть, я удаляю дальше листья, которые закрывают томаты, мешают проходить свету и мешают проветриванию. Удалила, удаляю, оставляю пенечки, вот эти листья я удалила. Сейчас вот завязывается еще одна кисточка, высоко, дальше. В это время разрастаются новые листья. Когда появятся новые листья, старые, я еще в один подход, еще 3-4 листа удалю. Если вас интересует выращивание томатов, вы отлистывайте назад ленту и смотрите все видео сначала, тогда отпадут все вопросы вот эти. На эти темы мы уже разговаривали, мы уже рассказывали, что при высадке обрезаем листья, потом еще постепенно и до первой кисти, вот до первой завязи, стволик оголяем для того, чтобы было проветривание и освещение. Оголять томаты или не оголять, это личное дело каждого. Кто-то вообще не убирает нижние листья. Никакого закона такого нет, что вот всем обязательно обрезать или всем никому не обрезать. Кто-то делает вообще, я видела, голые помидорки стоят, одни стволики и томаты, кто-то вообще не обрезает. Но специалисты рекомендуют постепенно, с момента высадки, по 3-4 листа старых удалять. Как только увидели, что лист начал желтеть и засыхать, это значит, что он выполнил свою роль и он уже не нужен. Там наверху нарастают новые листья, в которых происходит фотосинтез растения, который очень необходим. А нижние листья свою роль выполнили, можете их смело удалять. Все, вот этот короткий видеоролик, как в догонку к тому, который я снимала вчера, потому что я не думала, что нужно так досконально прям рассказывать про каждый лист, когда я первый лист удалила, когда второй, когда третий. Ну вот как рекомендуют специалисты 3-4 листа. Но делать может каждый по-своему, у каждого свой способ выращивания. Оголять или нет томаты, вы должны решать сами. Но удаление листьев, еще раз повторяю, увеличивают, ускоряют получение урожая. Потому что то питание, которое идет на листы, шло на листы, теперь пойдет вот на эти помидорки. И они быстрее укрупнятся. Кто хочет почитать предыдущие, посмотреть видео, материалы или статьи, заходите на мою страницу. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Всех принимаю в друзья и всем рассылаю свои видео и печатные материалы. До свидания.